Дольщики таунхауса в юбилейном готовят заявление в Европейский суд по правам человека. Конфликтная ситуация между соседями в коттеджном поселке длится уже год. ИСЦ требует снести четырехэтажный дом. Почему заявители настолько категоричны и не идут на мировую, разбиралась Екатерина Ковальчук. Такое сопротивление судебным приставам дольщики таунхауса в юбилейном оказали два месяца назад. По решению суда их дом построен незаконно и подлежит сносу. В заложниках правосудия оказались 21 семья. У многих несовершеннолетние дети. После многочисленных переговоров большинство истцов, членов местного ТСЖ, проявили сострадание к жильцам таунхауса и подписали с ответчиками мировое соглашение. Непреклонными остались лишь четверо человек. Один из них – бывший помощник депутата областной думы Александр Филатов. Поставив подпись под мировым соглашением с дольщиками, на следующий день он подал иск в суд. Уже как частное лицо. Какую цель преследует Филатов – дольщикам непонятно. Они говорили, что наши дома упали в цене из-за вашего соседства, что мы покупали тут коттеджный поселок, свои дома в коттеджном поселке, тут появился многоквартирный дом, тут теперь шумно из-за детей. Раньше у нас пели птички, а теперь у нас дети тут смеются и кричат под окнами. Их это не устраивает. Но я думаю, это все надумные претензии. И, если честно, предполагаю, что люди хотят денег, но денег уже просто ни у кого нет. Суд удовлетворил прошение Филатова. И над жильцами таунхауса опять нависла угроза выселения. Сейчас люди с опасением ждут новых исполнительных листов. Повлиять на мнение бывшего подчиненного не смог или не захотел областной депутат Николай Семенец. Несколько лет Александр Филатов работал помощником народного избранника, но в октябре этого года уволился. Месяц назад, где-то 17 октября, я его пригласил, вот пошла, чтобы еще с ним по-человечески поговорить и так далее. Он говорит, Николаевич, вы не высший судья, чтобы здесь вот. И я понимаю, что и к вам сейчас будут и претензии там, особенно где-то кого-то, кто-то. И в желтой прессе пойдут вот эти публикации. Поэтому со мной больше на эту тему не разговаривайте. Мы выбрались с людьми. Я пишу заявление и ухожу с ваших помощников. Сейчас дольщики готовят сразу несколько заявлений в правоохранительные и судебные органы. В частности, адвокаты уже составляют документы в Европейский суд по правам человека. Считают, что неправильно выбрасывать на улицу людей просто из-за нежелания видеть кого-то в соседях. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.